Мобильный городок появился в распоряжении автомотоцентра в Новосибирске. С помощью него дети смогут теперь не просто получать теоретические знания о правилах безопасности на дорогах, но и попробовать на практических занятиях соблюдать ПДД. Рута Келлер продолжит. В центре Новосибирска развернули мобильный городок. В нем все необходимое для моделирования дорожных ситуаций. Велосипеды, самокаты, макеты дорожных элементов, автобус и даже остановка. Четыре локации. Пешеходный переход со светофорами, салон авто, там разбирают обязанность пассажира, велозона, учат правилам поведения за рулем двухколесного транспорта и последнее, оказание первой помощи. В сценарии десятки ситуаций, которые моделируют для юных пешеходов. Это стандартное преподавание, которое сейчас зачастую где-то еще встречается в школах. Мы более используем такой раскованный метод. Мы создаем ситуацию, моделируем ее и в какой-то момент можем сказать стоп. Что, естественно, в классе невозможно сделать. Здесь позволяет лаборатория досконально разобрать ситуацию и ребенку уже как бы довести чувство опасности уже с ранних лет, что зачастую у детей, к сожалению, страдает. Только по итогам 2018-го на дорогах области пострадали больше ста детей. Шестеро не удалось спасти, погибли. В лаборатории безопасности нашли выход, как снизить статистические показатели. Необходимо погрузить ребенка в смоделированную ситуацию и предложить план действий. Для этого и создали игрушечную дорогу. Два раза в месяц объезжать какие-то районы, которые районы у нас более отдаленные и более, как сказать, по безопасности более такие слабые. То есть вводить там и детей собирать, и взрослые, естественно, родители будут приходить. Новосибирская область – 31-й по счету регион, в котором проект поддержали. Ключи от автомобиля уже вручили директору Новосибирского автомотоцентра. Следующая задача – определить маршрут следования и составить расписание уроков ПДД. Что-то новое открыл? Что одевать? Велосипедиста, шлем, перчатки, наколенники, налокотники. А обычно ты как выезжал? Без всего этого. А сегодня маме придешь и что скажешь первым делом? Что надо это купить и одеваться. Потому что? Безопасно, чтобы было. Каждый тренер, прежде чем учить школьников, учится сам. Методику разрабатывали под контролем специалистов сразу из нескольких областей. Кстати, обучать планируют не только детей. Некоторые практические навыки будут полезны и взрослым. Рута Келлер, Борис Гладких, Новости ОТС.